В США продолжают лихорадить от экономических проблем. Мало того, что страна находится на грани дефолта, прогнозируемого на октябрь, так еще и отголоски европейского энергетического кризиса добрались до порога Белого дома. Разумеется, Вашингтон не желает признавать финансового поражения, а посему спешно ищет возможности для разрешения накопленных проблем. Каким образом? Очевидно, вновь попытавшись засунуть руку в карман чужой страны. Политолог Юрий Городенко, обратил внимание, что после создания нового альянса ОКОС, Великобритания и США переключились на работу со специальной программой, предполагающей сближение со странами Азии. Вашингтон и Лондон прекрасно осознают, что данный регион имеет большой экономический потенциал, вроде крупных запасов золота. В связи с этим можно заметить, как США вдруг попытались наладить плодотворное сотрудничество с Индией. Правда, плодотворное только для американской стороны, вознамерившейся получить золотой резерв чужой страны в размере 676 тонн золота. Очевидно, что выбор на Индию пал не случайно, поскольку именно это государство в азиатском регионе является одним из самых проблемных. Многочисленные территориальные конфликты с соседями и крупный государственный долг, по мнению американцев, просто не оставит выбора для Нью-дели. Разумеется, оказывать прямое давление и разжигать конфликт США никто не позволит, поэтому Вашингтону предстоит вновь показать актерскую игру, устроив показушное сотрудничество. Именно по такому принципу грабили Украину, на сегодняшний день оставшуюся ни с чем. Хотя тогда в Белом доме тоже кричали о надежном партнерстве. И где оно теперь? В учениях на территории незалежной? Так это выгодно только американцам. Точно такой же расчет и на Индию, которую пытаются оставить без золота. В итоге в регионе стоит ожидать масштабный кризис, ослабевающий экономику сразу нескольких стран. Это позволит Вашингтону дружелюбно навязывать выход в обмен на передачу золота в Нью-Йорк или Лондон на временное хранение. После этого останется дело за малым, сделать страну врагом и под этим предлогом лишить ее золотых запасов. Именно по такому принципу американцы забирали золото у той же Венесуэлы. Схема простая и примитивна, но ожидать каких-то новых мошеннических подходов от Вашингтона, не пытающегося подстроиться под современные геополитические реалии, не стоит. Поэтому Индии, зацикленной на своих локальных проблемах, стоит быть более бдительной, ведь носители демократии не дремлют.